Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Cómo están? Здравствуйте, мои дорогие друзья. Как вы? Сегодняшний выпуск будет перевыпуском предыдущего. По двум причинам. Первое – это наличие помех звуковых. Ну, одной помехи – жужжание. Мне кажется, что вы достойны лучшего качества. Не то, что мне кажется, я уверен глубоко. И второе – это то, что я назвал Маркуса Мунстока дважды Карлосом. Оговорился. То есть, я решил переделать. Но с этой переделкой вы получите две новых шутки и еще больше информации о Оле Лютье. Итак, начинаем заново. Группа «Ле Лютье» – это комедийно-музыкальная группа из Аргентины, которая была основана в 1967 году. И она существует до сих пор еще, но со смертью последнего из наиболее, знаете, видных ее деятелей Маркуса Мунстока группы уже практически не существует. Пару слов об этой группе. Первое – название группы. Название группы «Ле Лютье». «Ле Лютье» по-французски означает «человек, который изготовляет, настраивает и ремонтирует струнные инструменты». И дело в том, что участники этой группы изготовляли инструменты сами тоже оригинальные. То есть, там была скрипка, где корпус был выполнен из банок, из консервных из-под сардин. Потом контрабас, где в качестве, опять же, корпуса была бочка. И многое другое. Плюс еще они исполняли на них музыку великолепно. Также они характеризуются очень тонким и изысканным юмором. Давайте поговорим о том, какие они получили награды. Я не буду перечислять награды аргентинские и латиноамериканские, потому что нам не хватит даже часу на это. Давайте. Первое. Это в 2007 году Орден Лисавель Ла Католика. Это испанская правительственная награда. В 2011 году они получили музыкальную латинскую премию, премию Грэмми за вдающуюся музыку, за исполнение и так далее. В 2012 году Испания предоставила всем участникам этой группы испанское гражданство в качестве уважения. То есть мы хотим, чтобы вы называли себя испанцами, мы будем гордиться этим. Так выглядел этот жест. И в 2017 году группа Ла Лютье получила премию Принцессы Астурийской за коммуникации и искусство. А вот наиболее интересное, последнее, в 2019 году Тексты Ла Лютье, давайте я расскажу, что это такое, Институт Сервантеса первое, да. Это такая организация, которая обучает и распространяет, обучает испанскому языку и распространяет испанский язык во всем мире. Это орган, который выдает сертификаты на знание испанского языка. Сейчас, подавите секундочку. Например, вот этот сертификат. Это значок Института Сервантеса. Это я сдавал в 2010 году экзамен на знание языка. Уровень у меня здесь С2. Также потом я проходил подготовку к преподавателю в этом институте. Так вот, у Института Сервантеса есть такая виртуальная, как сказать, это называется Каха де Летрас. Это виртуальный сейф, куда кладутся сокровища испанского языка. И вот в 2019 году они символически положили вот это сокровище. То, что делали Ле Лютье, это положили тоже туда их тексты. Тем самым Институт Сервантеса признал вклад в распространение и популяризацию испанского языка, который внесли Ле Лютье. Другие участники группы – это Херардо Масана, основатель. Он основал эту группу в 1967 году, но, к сожалению, он скончался в 1973 году. Эрнесто Ачер. Он покинул группу в 1986 году. Это вот основатели, да, основные. Даниэль Рабинович, он умер в 2015 году, оставил нас. Карлос Нуниес-Кортес, он покинул группу в 2017 году в связи с болезнью. И Маркус Мунсток, он умер буквально недавно, 22 апреля этого года. И после его смерти мне прислал письмо наш друг общий Джерри Эспиноза, с которым у меня есть интервью на моем канале. Я скину ссылку на это в конце видео. Посочувствовал мне и выслал мне шутки, написанные Маркусом Мунстоком. И этими шутками я хочу с вами сегодня поделиться. Что означает? Если ты не можешь их убедить, запутай их. Если, если, но puedes, не можешь, convenцерlos, убедить их, конфунделос, запутай их. Дос. Но soy un completo inutile. Por lo menos sirvo de mal ejemplo. Что означает? Я не совсем уж ни на что не годный. По крайней мере, я служу плохим примером. Но soy, но soy, я не есть. Un completo inutile. Un inutile это значит бесполезный человек. Completo полностью. Completo. Por lo menos. Por lo menos означает, по крайней мере, sirvo de mal ejemplo. Sirvo, служу, de mal ejemplo, плохим примером. Tener la conciencia limpia es sintoma de mala memoria. Что означает? Иметь чистую совесть. Это признак плохой памяти. Tener, иметь la conciencia, совесть, limpia, чистая, es sintoma, es есть, sintoma, симптом, de, чего симптом? De mala memoria. De mala memoria. De mala, плохой memoria памяти. El que nasce pobre y feo tiene grandes posibilidades de que al crecer se redesarogen ambas condiciones. Yones. Tent, который рождается бедным и некрасивым, имеет огромные возможности, что когда он вырастет, у него разовьются оба эти качества еще сильнее. Тот, который Насе рождается Побре, бедным И Фео, некрасивым Тiene, имеет Гранде спосибилидадес Большие возможности Де, ке В том, да В том, что, да Аль кресер Когда вырастет Селедесароден У него разовьются Амбас Оба Кондиционис Качество И теперь Две новых шутки Errar Es humano Pero echarle la culpa a otro Es más humano Todavía Человеку свойственно Ошибаться Но перекладывать Свою вину на другого Ему свойственно Еще больше Errar Ошибаться Es humano Es есть Humano Это Человечно Свойственно Человеку Человеческое Pero Pero No Echarle la culpa A otro Echarle la culpa Значит Возлагать вину А otro На другого Es más humano Это Это Более Человечно Todavia Все Еще Ну Todavia Здесь Как бы Усиление У нас Идет Да И Последняя Шутка Сегодняшняя Lo importante Es el dinero Я хотел бы Разобрать Повторить Слова Которые У нас Были В этом Выпуске Начнем С глаголов Combencer Убеждать Confundir Спутать Это Может быть Как Спутать Кого-то С кем-то Либо Спутать Кого-то Специального Тогда Запутать Ser Un completo Inutile Ser Быть Un completo Inutile Un inutile Un inutile Это Бесполезный Человек А Completo Значит Полностью Да То есть Быть Ни на что Негодным Servir Означает Служить Ну есть Такое Выражение Очень Расхожее Para servirle Para servirle Что означает К вашим Услугам И в данном Случа Это Servir De mal Ejemplo Служить Servir De Служить Чем De mal Ejemplo Плохим Примером Дальше Глагол Tener Который Мы знаем Все Но здесь Он идет С фразой Да Tener La Consciencia Limpia Иметь Чистую Совесть Дальше Ser Sintomade Ser Быть Sintomade Быть Симптомом Чего-то Вот Дальше Глагол Ир Ир Это значит Обозначает Ир Идти Двигаться От Говорящего Куда-то И Benir Означает Двигаться К Говорящему Либо Вместе С Говорящим Куда-то Вот Дальше И в данном Случае Хочется Объяснить В чем Еще Это Шутка Чем Это Хороша Шутка То есть Есть Выражение Такое А Деньги Уходят И приходят Ну Знаете Как Это Деньги Как Навоз Сегодня Нет А Завтра Воз И Здесь Он Взял И Переделал Эту Фразу И Получилось Немножко Парадоксально Что Здоровье Уходит И Приходит А Главное Это Деньги Чарли Это Бросить На Кого-то Ла Кульпа А Отром В данном Случа Переводится Как Переложить Вину Обвинить Другого Дальше У нас Идут Существительные La Consciencia Еще раз Помним Совесть La Memoria Это У нас Память La Possibilidad Возможность La Condition Может Быть Таким Словом Как Состояние Условие Либо Качество Есть Несколько Значений У этого Слова El Dinero Это Деньги La Salud Это Здоровье И дальше Пошли И что Еще El Ejemplo Это Пример Exemplar Слово Из этого Пошло От этого Слова Дальше Идут Прилагательные Inutil Бесполезный Но С артиклем С неопределенным Да Un Inutil Бесполезный Человек Дальше Прилагательные Malo Плохой Mala Плохая Limpio Чистый Limpia Чистая Pobre Это у нас прилагательные С одной формой Для мужского и женского рода Плохой Плохая Feo Некрасивый Fea Некрасивая Вот интересно Это fea Казалось бы Но по-испански Fea будет Ada Дальше Grande Grande У нас Это прилагательные С одной формой Для обоих родов Ambos Oba Ambos Обе И Importante Важный Опять же Прилагательные С одной формой Для обоих родов Ну Здесь кстати Вы наверное Успели заметить Что у нас Было сказано Mal Ejemplo Плохой Пример И Mala Memoria Интересно Да? Прилагательное Malo А там сказано Mal Вот мы об этом Поговорим В одном из Следующих Выпусков А сегодня Что ж Я заканчиваю До свидания Всем всего Наилучшего Было приятно Увидеться Hasta la próxima Hasta la próxima Субтитры